Всем привет! Сегодня у нас вебинар от школы программирования PASS на тему гарантии трудоустройства после курсов «Реальность или миф?» Меня зовут Марина, я работаю в школе PASS более пяти лет. Немножко расскажу про школу, на вебинаре которой мы сегодня находимся. Школа основана в 2016 году в Калифорнии, базировалась она в Кремниевой долине. Преподаватели все, практикующие программисты и тестировщики, которые большинство находятся в США, некоторые в Канаде и меньшинство в Европе. Также наша программа постоянно меняется, мы следим за трендами на IT-рынке и внедряем новые инструменты в нашу учебную программу. Соответственно, наши выпускники всегда обладают актуальными знаниями. После курса наши студенты проходят стажировку на реальных американских проектах, что помогает им получить реальный опыт работы, стать более уверенным специалистом и выйти на рынок труда. Эффективно. О чем сегодня мы будем говорить? Самый частый вопрос, так как я более пяти лет общаюсь с студентами, раньше он звучал реже, кстати, сейчас он звучит практически у каждого, гарантируете ли вы трудоустройство? Вот сегодня мы этот момент обсудим. Обсудим, как другие гарантируют трудоустройство и разберем самые главные моменты, которые в реальности помогают вам получить оффер. Варианты гарантии трудоустройства. Что можно сделать, вообще что мы делаем для того, чтобы получить работу. Даже если говорить не про IT-сферу, вот очень тоже полезно сегодня. Мы говорим про IT, но все, что мы сегодня говорим, можно применить и к другим сферам, там маркетолог, бухгалтер, я не знаю. И давайте сегодня сделаем такой интерактив. Вот раз у нас тут такой слайд, скажите, пожалуйста, вот какие варианты, что вы делаете, когда вы выходите на рынок труда? Вот что надо сделать, чтобы выйти на рынок труда и получить работу? Как вы считаете? Напишите мне, пожалуйста, в чат или включите микрофон. Вот вы там или отучились на курсе, или вы уже обладаете какой-то специальностью, или вы работали, у вас был промежуток. Да, составить резюме. Окей, вы составляете резюме. Дальше. Что еще? Еще резюме, да, хорошо, резюме. Отлично, супер, составили резюме. Дальше. Портфолио подготовить. Окей, хорошо. А где вы будете готовить портфолио? Где вы будете выставлять? В гидте. Окей, это если вы программисты. Окей, у вас есть гид. Хорошо. Дальше еще что? Если вы, например, UX UA дизайнер, там Behance, вот LinkedIn оформить. Отлично. Окей, build LinkedIn резюме, портфолио, LinkedIn аккаунт. Окей, хорошо. Запоминаем, да, что вам нужно, чтобы выйти на рынок труда. Вам нужно портфолио, LinkedIn аккаунт и резюме. Все правильно. Это важный момент, который надо запомнить. Здорово, что вы написали все это в чате, потому что я потом пролесну и вас к вашим же ответам верну. Хорошо. Рекомендательные письма от предыдущего работодателя, да, которые подтверждают, что вы хороший сотрудник. Супер, договорились. Все правильно. Значит, какими методами школа может помогать или какая-либо другая организация может вам помогать? Ну, начнем с того, что есть доступ к базе вакансий, да. То есть мы, как школа программирования, мы партнеримся с какими-то другими компаниями, можем, не конкретно мы школа пастовая, да, а какая-то другая школа, да, тоже может сказать, что мы партнеримся с другими компаниями, и их вакансии мы можем рекомендовать наших выпускников на их вакансии. Мы можем помогать с резюме, потому что очень важно составить грамотное резюме, есть определенная структура резюме, и мы можем вам помочь ее составить. Да, также, допустим, в школе может быть какой-то наставник, коуч, который прям за ручку вас возьмет и степ-бай-степ проведет, потому что очень много моментов, когда возникает синдром самозванца, когда возникает отчаяние, вы уже выматываясь, вы уже не можете эти отказы отказом, и очень важно, чтобы рядом был человек, который вас будет коучить, который вам будет говорить, какие дальнейшие шаги будут эффективны, и чтобы вы не растрачивали свою энергию зря, да, и также некоторые школы могут обещать возврат денег, то есть если вы не трудоустраиваетесь, то мы вам вернем полную сумму за обучение, соответственно, вы чувствуете себя более в безопасности. Некоторые школы также дают вам стажировку, какую-то практику, какие-то проекты, кто-то даже дает проекты и стажировку в таких компаниях, я не знаю, как Walt Disney какой-нибудь, я не знаю, мета, да, то есть звучные компании, вы потом себе в резюме ее напишите, и это уже такая яркая строчка будет. Кто-то дает просто в каких-то проектах без имени, да, кто-то прям гарантирует работу, говорят, вот, пожалуйста, вы отучитесь, и мы вас гарантированно устраиваем к себе или в компанию партнера на работу. У всего, что я сейчас озвучивала, вот на этом слайде есть подводные камни. Давайте разберемся, что из этого миф, и как он в реальности, все это как в реальности реализовывается, да. Сто процентная гарантия трудоустройства. Значит, я знаю это, потому что к нам приходят студенты из других школ, я знаю, потому что мы проводим периодически какие-то айтишные митапы, я знаю, потому что мы сами нанимаем людей, мы также ищем партнеров, да, и поэтому мы знаем, как изнутри это работает. Соответственно, все, что я говорю сегодня, это из моей личной практики, которую я видела своими глазами. Не обобщаем все под одну гребенку, просто еще раз, цель сегодняшнего вебинара – вас предупредить. Предупрежден, значит, вооружен. Значит, когда вам говорят, что стопроцентная гарантия трудоустройства. Есть такие случаи, когда вас трудоустроивают, могут трудоустроить в компанию, где одни индусы, ничего против индусов не имеем, да, но там может быть либо там язык, на котором вы ничего не понимаете, потому что там сильно это все с акцентом, либо это может быть суперстарый какой-то стек технологий, который вам в принципе нигде не пригодится, и в резюме вы его указать не сможете. Либо процессы выстроены там по какой-то методологии, которую вообще никто нигде не использует вообще давным-давно, да. То есть вас устроят в компанию, но будет ли потом этот опыт работы для вас релевантен, вот здесь возникает как бы вопрос, да, вы сможете ли вы этот опыт работы потом реально получить от этого реальную практику или получить потом от этого реальную пользу, от этой работы, или вы просто потратите свое время, потому что школа, она как бы сказала, мы же вас трудоустроили, что мы свое слово выполнили. Соответственно, когда вам говорят, что есть стопроцентная гарантия трудоустройства, вы должны спросить, а куда? А куда вы меня будете трудоустраивать? Не бойтесь задавать эти вопросы. И если в ответе будет много опять завуалированных фраз, ну уже как бы вы должны настораживаться. Вот. Работа сразу после курсов. Когда вам обещают работу сразу после курсов, вы тоже должны для себя понимать, что когда вы... Окей, если вы уже там работали у себя в родной стране программистом, вы приехали в США, и как бы у вас уже есть опыт. Это другая ситуация. Мы сейчас говорим, я обращаюсь к тем, кто с нуля идет учиться на курсы, и вас сразу после курсов обещают работу. Подумайте, как вы будете справляться, когда вы только... Это как после института ты сразу пошел на работу, и ты понимаешь, что то, что было в институте, и то, что на работе, это вообще две разные вещи. То же самое и здесь. Когда ты только после курса, на курсе вас научили думать как программист, на курсе вас научили писать код. Но на курсе невозможно создать условия всех вообще ситуаций, которые возникают на работе. Вы еще не работали с командой, вы еще не знаете, как выстроены процессы в проекте, в реальной практике. И когда вы сразу после курса идете работать, это может быть очень-очень сложно, и ту работу, на которую вас устроят, вы даже можете потом и вдруг не потянуть. Поэтому работа сразу после курса, это опять же спросите, а будет ли у вас какая-то практика, какая-то возможность постажироваться, возможность... Или если вас устроят, а с какой период онбординга будет, а будет ли у вас какой-то ментор. Не бойтесь задать эти вопросы, потому что потом как бы на берегу, когда вы это обсуждаете, это очень важно. Вы сначала хотите, о, меня устроят, все хорошо, у меня будет зарплата, я пошел. А потом, когда вы уже в этой ситуации оказываетесь, вы понимаете, что, господи, а куда я пошел-то здесь, смотрите, это слишком. Как бы чтобы это не было слишком, вы должны себя на берегу обезопасить и спросить, а что, как я буду работать сразу после курса, будет ли у меня практика, будет ли у меня стажировка, будет ли у меня менторство, онбординг. Что, в какую компанию, в какой проект, задавайте вопросы, потому что будет обидно, если вас устроят, а потом вы не потянете всю эту историю. А такие ситуации были. Тоже истории такие были. Значит, вот вернемся к этому слайду, еще обсудим. Когда вам говорят, что возврат средств, вот это любимый мой пункт, возврат средств, мы вам вернем деньги. Никому, у кого был такой пункт, деньги не вернули. Вот и все. Разные, выясняется там мелким шрифтом, что было написано. Разные подпункты, разные трактовки. Например, если вы там доучитесь, там все сделаете, вы там найдете работу, мы вернем деньги. А что все? А что считается, что мы доучились? То есть там может быть, что там надо сдать все тесты, все экзамены, все домашки, там ввести какую-то отчетность, там, ну, все-все-все, понимаете? А потом выяснится, что вы не все занятия посещали, а потом выяснится, что вы не все домашки делали, и вообще вы на самом деле плохо отучились, поэтому вы не получили работу, и поэтому мы вам деньги не вернем. И какие-то вот такие пункты, они происходят. Или, например, вам там дадут оффер какой-то там с зарплатой, я не знаю, ну, как, я не знаю, там 70-60 тысяч в год, а вы от нее откажетесь, да, и вам скажут, ну, у вас же был оффер. Почему вы отказались? Ну, так там оффер был с зарплатой, которую я больше заработаю, я не знаю, в такси, да, то есть мы-то целимся на от 100 в год хотя бы, а ниже зачем соглашаться? Ну, то есть, опять же, вы можете согласиться и работать за эту зарплату, как бы, окей. Вот, поэтому очень много таких возврат средств, когда вам обещают возврат средств, знайте, что вот этот пункт, это 100 маркетинговая уловка, никто не возвращал деньги. Сколько таких пунктов было, сколько людей приходили, все равно находится какой-то подпункт, в котором деньги вернуть невозможно. Поэтому на это, вот этот пункт точно, маркетинговая уловка. Кто не согласен, кто считает иначе, у кого был другой опыт, пожалуйста, напишите в чате, мне очень интересно, может быть, у ваших друзей был, когда им действительно 100% вернули. Я ни разу не слышала и считаю, что вот этот пункт 100% маркетинговая уловка. Про помощь с резюме и портфолио это очень хороший пункт, если его обещают, то мы его берем, да, это пункт хороший. Стажировка, практика замечательно, сразу уточняем, это будет учебный проект или это будет какой-то реальный проект, да, потому что тоже важно, если это какой-то мертвый проект, ну да, вы на нем постажируетесь, но больше пользы будет все-таки от реального проекта, где процессы выстроены так же, как в любом американской компании, где есть команда, с которой вы работаете, взаимодействуете. Это гораздо интереснее в таком участвовать. Доступ к базе вакансий, на самом деле, ну, если это вот опять же уточняете, доступ к базе вакансий, что они подразумевают под базой вакансий? У них есть какая-то компания, партнер, и их вакансии внутренние вам доступны, и ваше резюме там находится как по рекомендации, или это просто какая-то база вакансий, потому что база вакансий, блин, на LinkedIn не полно, ну, везде открывайте телеграм-канал и подписывайтесь, ну, везде вакансии. Что они подразумевают под базой вакансий? Да, звучит красиво, а потом вам дадут там парочку каких-то общих, общих ресурсов, общедоступных, вот, скажут, база вакансий, а что, не база? База, да, уточняющие вопросы, ваше все. Так, поехали, фактор успеха. То, что как раз мы обсуждали, да, что нужно для того, чтобы успешно выйти на рынок труда? Вы мне сказали, да, резюме, LinkedIn, рекомендательное письмо. Это все правильно. Если вы с нуля начали учиться, то также важно качество программы обучения. Кто ваши преподаватели? Да, это важно. Уточните, наши преподаватели практикующие айтишники или нет? Потому что я знаю, что в некоторых школах есть преподаватели, которые ни дня в айти не работали, даже у себя в стране. То есть они были хорошими студентами, закончили курсы, условно говоря, в этой же школе начали преподавать, но они на самом деле ни разу не работали. Такой человек может вас научить теории. Отлично, супер, но будут какие-то практические вопросы, которые он будет трактовать по-своему. Лучше, наверное, но бывает такое, что человек классный айтишник, он там суперский специалист, но объяснять не умеет. Поэтому тут наша цель, как школа, всегда найти вот эту золотую середину. Мы стараемся, чтобы наши преподаватели были и хорошими лекторами, и практикующими специалистами. Часто мы также берем второго преподавателя, чтобы один и тот же материал, вы слышали, это называется ассистент преподавателя, то есть у нас основной преподаватель объясняет, потом те же темы вы на факультативах проходите с ассистентом, потому что два разных человека объясняют по-разному, и когда вы вот с обеих сторон один и тот же материал слушаете, вам легче усваивать. Поэтому качество программы, кто является преподом, тоже это фактор успеха дальнейшего. Опять же, если вы заходите в айти с нуля, поэтому на программу обучения тоже обращайте внимание, задавайте вопросы, кто ваш преподаватель, работает ли он в айти, работает ли он в США, в Канаде, в Европе, где, как, не забываем, вы студент, вы можете задавать эти вопросы. Дальше, по поводу уроков, некоторые, я знаю, в некоторых школах на тестирование, если вас обучают на тестировании, там у них есть разные пакеты, и вот один из пакетов, чисто теоретический, то есть он дешевле всего, и там будет только теория, без практики. Это момент хороший, если у вас уже есть какой-то опыт в айти, если у вас есть, и как раз вам надо, ну, если вы уже были тестировщиками, как раз вам надо освежить вот эту теорию для прохождения собеседований, потому что мы, когда работаем, понятно, мы каждый день не тренируем определение, что такое software development life cycle, да, мы его не держим в голове, мы работаем, для собеседования надо это все знать, поэтому вы можете взять вот этот пакет с теорией, повторить теорию и выйти на собеседование, потому что практика у вас есть в родной стране, и классно, у вас все получится, но если вы заходите с нуля, я рекомендую брать пакеты там в разных школах, какие вы рассматриваете, нас, не нас, да, именно с практикой, я думаю, тут объяснение излишне, это очевидно, почему это надо с практикой брать, окей, и вот, кстати, тоже говорят, что лучше, отучиться на курсах или в колледже, если у вас есть возможность 4 года поучиться в колледже, идите поучитесь, но там нет практической направленности, вы выходите сугубым теоретиком, диплом колледжа на каких-то специальностях, он прям обращает внимание, например, если вы идете машин леунинг инженера, там смотрят, но на тестировщика, на программиста смотрят на ваши технические навыки, знания, именно на лайфкодинг вам дают задания, вам дают на алгоритмические задачи, задания, и если вы их провалили, то ваш диплом вас не спасает колледжа, вот, поэтому колледж, да, если у вас есть 4 года, и потом возможность еще пойти куда-то постажироваться, получить практический опыт, окей, вот, поэтому, значит, что мы говорим, что мы говорим, практическая направленность, очень важна, и после колледжа, у них в колледже просто еще нет такой возможности, каждый, там, полгода, каждый год, каждый 3 месяца обновлять программу, окей, нет такой возможности, а в школе как раз у нас это возможности есть, мы в школе каждые 3 месяца, каждый, даже каждый модуль, у нас курсы разбиты на модули, мы каждый модуль просматриваем, что-то обновляем, преподаватели этим занимаются, вот, в колледже этого нет, поэтому там есть какая-то теоретическая база, которая не меняется, которая, ну, является фундаментом, вы его получаете в колледже, поэтому смотрите на практическую направленность, и на курсах есть ли какие-то стажировки после курса, потому что сразу после курса идти работать очень сложно, лучше бы вот этот промежуточный этап пройти. Смотрите, есть ли обратная связь, есть ли какой-то чат, где можно задавать вопросы, есть ли онлайн уроки, где можно задавать вопросы, есть ли после курса сопровождение, да, то есть, окей, я прошел курс, а что потом? Ну, вы меня везде исключаете, все, у меня доступы закрываются, или я еще могу обращаться с вопросами, у меня остается какой-то ментор, которому я смогу задавать вопросы, это очень важно, поинтересуйтесь, у вас будет какой-то ментор после, или вы отучились, спасибо за внимание, идите дальше, потому что, поверьте вам, потом у вас не столько вопросов будет во время обучения, сколько после обучения, вот после обучения, когда вы начнете сталкиваться с реальностью, у вас будет много вопросов, поэтому смотрите, чтобы поддержка как бы была, запишите себе этот вопросик, дальше, ну, последний пункт такой, Ирика, да, мы все взрослые люди, осознанные, ответственные, мы понимаем, что на это учеба нужна не, не там, не ради галочки учеба, ради учебы, а ради того, чтобы получить работу, зарабатывать деньги, самореализовываться, поэтому, пожалуйста, ваша вовлеченность, сколько вы времени уделяете, очень важны, поэтому перед тем, как выбирать курсы, направления, задайте себе вопрос, а сколько я могу уделять времени учебе, может, у вас там две работы, дети, и вы, ну, не готовы по ночам сидеть, потому что у нас есть студенты, у кого действительно две работы, дети, и они сидят по ночам, поэтому ответьте себе тоже на вопрос, готовы ли вы уделять время, потому что это просто купить курс не поможет. Окей, как IT-школы помогают с трудоустройством? Тоже важный момент, как бы школа программирования, это все-таки школа, она вас учит, ее задача вас научить, дать удочку, чтобы вы сами поймали рыбку, школа не дает готовы, то есть вы заплатили деньги, а она вам дает работу сразу же, нет, это так не работает, поэтому обратите тоже на это внимание, что школа может вам помочь с трудоустройством, но трудоустроить может не каждый, окей, можете вы сами, потому что, окей, да, карьерный коучинг, у нас, сразу забегу наперед, этот слайд, все, что на этом слайде у нас есть, поэтому, конечно, я эти, мы за эти пункты, вот, карьерный коучинг, я сразу буду говорить про нас, ну, вы читаете, что на слайде есть, я сразу буду говорить про нас, в чем заключается наш карьерный коучинг, В целом он, наверное, у всех примерно так и проходит У нас есть HR-специалист Который с вами вместе готовит вас к собеседованию И мы делаем это не индивидуально, а в группах И это гораздо круче даёт результат Потому что вы слышите ответы других И от каждого ответа что-то берёте себе И от этого вы совершенствуете свои софт-скиллы Это важно Значит, как проходят наши уроки Это более 70 вопросов по софт-скиллам Мы знаем все поведенческие вопросы, которые задают на собеседовании Если из вас здесь кто-то есть, кто ходил уже на собеседование Вы знаете, что там после, наверное, собеседования 10-го Вы уже знаете, что вас просят Разве не так? Поставьте мне плюсики в чате Было такое или нет? Что вы ходите там 10-15 собеседований И вы уже знаете, что точно наверняка вас спрашивают Обычно это вот одни и те же вопросы Соответственно, мы собрали список из 70 А меня слышно, что мне плюсики в чате не ставят? Нет таких, кто проходил собеседование? Меня слышно? Ну вот такие вот вопросы, которые мы разбираем на каждый ответ Есть структура ответа Есть структура ответа по старому методу Situation, task, action, result Есть разные вот такие структуры И мы вас учим Мы не даем готовый ответ Мы говорим, как правильно выстроить ответ О чем надо сказать? Что будет красные флаги? Что говорить не надо для интервьюера? Это будет красный флаг Мы объясняем принцип, как рекрутер слушает интервью И по каким параметрам он делает себе пометки Вот, поэтому вы должны Когда вы это знаете Вы уже можете правильно отвечать на интервью Соответственно Так, у меня вопрос в чате Давайте прервемся Скажите, а у вас есть статистика трудоустройства выпускников 60 плюс Без опыта по специальности? Так Вернемся к этому вопросу в конце Скажу только, что у нас есть выпускники 56 плюс Уж я точно там не знаю, было 60 или нет Но 56 плюс есть И есть успешные кейсы трудоустройства Но, как бы, ситуация не из простых Сразу мы это должны понимать на берегу Что ситуация не из простых Окей, там просто в категории 56 плюс Другая стратегия И я не знаю, понравится вам эта стратегия или нет Секундочку Так вот Так вот Значит, мы разбираем Как правильно отвечать на эти вопросы Мы разбираем ваши ответы Слушаем И у вас будет уже свой конспект по ответам Когда он соберется Мы с вами тренируем мок-интервью Интервьюер вас спрашивает Вы отвечаете И он дает обратную связь Как вы справились Потом отдельно уроки по написанию резюме Даем структуру Вы пишете Проверяем Даем обратную связь Отдельные уроки по упаковке Линкдина Как правильно оформить профиль Как расширять контакты Как сделать так, чтобы он выходил в топ И так далее И так далее Нужно ли брать платную подписку или нет Есть ли от нее толк Это тоже все рассказываем Потому что мы знаем, как Линкдин работает Как у него стратегия работает изнутри Как работают алгоритмы Линкдина Это все мы вам расскажем Окей Вот Это как у нас работает карьерный коучинг Ну и потом Если вы ходите на интервью И там были какие-то интересные вопросы Вы тоже можете прийти на урок Сказать Мне задали вот такой вопрос Я ответил вот так вот так И мы разберем тоже ваш ответ Скажем Да, может быть какие-то корректировки И так далее Вот Связи с рынком Участие в профессиональных сообществах В мероприятиях Нетворкинг Да И много раз да Потому что от людей Мы можем узнавать Очень много информации Входим по всем айтишным метапам Мы как школа устраиваем Воркшопы Как раз у нас будут В ноябре Воркшоп в Чикаго В Шарлотт В Майами Кто интересуется Зайдите в наш сайт 3wpasv.us Там во вкладке события Все воркшопы Если вы начинаете свой путь В айти Или задумываетесь Поверьте Посещение айтишных мероприятий Даст вам очень много Почву для дальнейших размышлений Обязательно уделяем этому время Входим на эти метапы Трудоустройство На реальные вакансии Значит Что у нас по трудоустройству На реальные вакансии Это Говорится о том Что наличие практики Или стажировки Внутри компании Внутри компании Или на каких-то Школьных проектах Бывает по-разному Например О чем я тут говорю Как я сказала Что после курса Сразу на работу Идти очень-очень сложно Потому что Вы еще не знаете Как работает команда Как выстроены процессы Ну и так далее И так далее А если вы Пройдете стажировку То Самое главное Стажировки Даже Вот так Вот если подумать Не столько Чтобы вы Там я не знаю Самое главное Стажировки То что вы получите Реальные кейсы Да Что бы потом Об этом рассказать На собеседование Сказать Вот я работал В таком-то проекте Там была Такая-то команда Я выполнял Такие-то задачи На этом проекте Были такие-то инструменты Может быть У вас будет Даже во время практики Какие-то успешные кейсы Да И вы скажете Что я сделал Вот это Я покрыл Там тестами Там 80% Я там Документацию улучшил Я там Актуализировал Там я не знаю Бэклог Ну вот И вы сможете Уже из реальной Своей практики А вам скажут А как ты это сделал А вот так я это делал Вот так Вот так Ну то есть Такие кейсы Нарочно не придумать Они возникают Когда человек Реально с этим работает Сталкивается в работе И уже ваш мозг Генерирует идеи Вы делаете Реализовываете Соответственно Стажировка На учебном проекте Всегда учебный проект Можно тоже преподнести Как настоящий Немножечко Доработать Фантазией Реальный То есть это я говорю Потому что в других школах Не во всех школах Есть реальные проекты У нас реальные проекты У кого-то учебные Ну ок Там просто придется Фантазией поработать Чуть-чуть Так вот Да И вот это Очень классный момент И вот кстати Возвращаясь К студентам 56 плюс Когда Просто вам надо Если вы 56 плюс И с нуля заходите В IT Вам ни в коем случае Нельзя говорить на рынке Что вы заходите с нуля Ни в коем случае Вы должны сказать Опыт работы Но так как вам 56 Значит опыт работы Должен быть Ну побольше Да Чем у молодого кандидата Чтобы конкурировать Соответственно Как вы с ним будете Конкурировать Если у вас реальности Этого опыта нет А вот стажировка Если вы пойдете Вот на такую стажировку И прям всю душу В нее вложите Все время свободное В нее вложите Вот в эту стажировку Там вы углубитесь Хорошо в проект Вы его изучите Вы достигнете Каких-то результатов Вы можете сказать У меня 10 лет опыта И я делал вот это Вот это Вот это Работал в таких-то проектах С такими-то командами Я там был тем лидом И так далее И тогда у вас есть шанс На трудоустройство Сто и ста Сто и ста Но готовы ли вы К такой стратегии Вопрос Окей Поэтому Вот как оно работает В реальности Понимаете Вот так оно работает Изнутри Вопрос Расскажите При ответах на вопросы В конце Хотя в общих чертах А ваша стратегия Трудоустройства Выпускников возраста 50 плюс Окей Давайте сейчас расскажем У нас есть проекты И вот Выпускникам 50 плюс Я предлагаю Как раз таки Участвовать в проектах Выделяя Максимальное время Беря как можно Больше тасков У нас есть разные проекты Прям Каждый надо засунуть Свой нос Прям сказать Что здесь у вас Я буду здесь делать И Чтобы потом Выйти на рынок Написать себе 10 лет опыта Рассказать про эти проекты Достаточно С технической точки зрения Да С глубоким пониманием И рассказать Про ваши успешные Кейсы На этом проекте Что вы делали И вот это И вот это И вот это И тогда Вы как опытный сотрудник Будете на рынке Почему нет Там В США Нет такого Что мы смотрим Ну Смотрят на возраст Конечно Но Больше смотрят На опыт И на ваши Софт скиллы Если вы гибкий человек Если вы открытый К новым знаниям Если у них будет Какой-то стэк Вы скажете Нет Я с этим не работал До свидания Это плохо Да Сразу И плюс еще возраст Это все До свидания Но если вы покажете себя Как человек Который Да Я с этим не работал Но я работал примерно С чем-то таким же похожим И примерно представляю Как это работает И я быстро больюсь Я быстро обучаю Все классно Супер Мне нравится Я хочу Вот тогда Это работает Да То есть у вас есть опыт Вы открытый к новым знаниям Вы гибкий Вы Спасовский ламп проходите Ну как бы вы Приятный человек То да Мы готовим вас к собеседованию По поведенческим вопросам Вы будете знать Как правильно отвечать На какие вопросы Поэтому Вот такая стратегия Вот такая стратегия Пойти в проект И набраться там опыта Который вы Умножите на два И преподнесете его На собеседование Стратегия такая То есть военнослужащие Демобилизированные Пронению После 20 лет Службы Защищая родину Должны немножко Врачи получить работу Я не знаю У меня не было опыта С военнослужащими Алекс Тут как бы вопросик Я не знаю У нас были выпускники 56 плюс Это была Наталья Это был еще один мужчина Не помню Как зовут И вот сейчас Учится на тестировании Муж с женой 56 плюс Учится на тестировании Уже на стажировке Там пока мы не знаем Когда Но они уже По моему совету Тоже очень активно Участвуют в стажировке Все уже их там знают И они всех знают И все знают И так далее Но про военнослужащих Я не знаю Я не знаю Что вы будете рассказывать Я не знаю Потому что Если по общему Нерелевантный опыт работы На собеседовании Его как бы Ну у вас может быть там Вы там были военнослужащим Вы могли быть мамой В декрете Десятерых детей Окей Но компания Это бизнес Они нанимают сотрудника Чтобы он работал Поэтому я не знаю Насколько это будет играть Я не знаю А то что я говорю Я знаю на сто процентов Что это бизнесу нужно Человек с опытом работы С техническими знаниями И открытый к новым знаниям Готовый включаться в процессы Им нужен Окей Там уже не буду смотреть на возраст Как выбрать курсы Переключаемся дальше Но у Алекса был интересный вопрос Переключаемся дальше Как выбрать курсы Актуальная программа Да Смотрим Как понять О, вот это интересно Типа актуальная программа Интересно Интересный пункт А что такое актуальная программа А сейчас разберемся Значит Актуальная программа Что я имею в виду? Как вы будете выяснять актуальную лего? Там программа. Значит, пункт простой. Открываем вакансии. Например, вы апплаетесь на программиста. Вы хотите быть программистом. Открываем вакансии. Там фронт-энд девелопер. Открываем в LinkedIn фронт-энд девелопер и смотрим требования технические. Что у них там? React, Redux, GitHub. На каком языке программирования больше хотят? JavaScript, Python. Что? Из этих вакансий по стеку вы смотрите, там вот эти все технические названия. Идете в программу курса и смотрите, есть ли они там. Вот как вы смотрите, когда вы с нуля, когда вы еще ничего не знаете. Вот как вы смотрите, актуально ли программу данного заведения. Вы смотрите технические все эти наименования, которые вам совершенно незнакомы в вакансии на эту должность. И вот этот курс, на который вас обучают на эту профессию, есть ли они там. Опять же, вам надо смотреть и вычленять из большинства. То есть вы не можете смотреть из 2-3 посмотрели и пошли. Вам надо прям насмотренность свою развивать. Много-много вакансий прошерстили. Больше всего, где что встречается, вычленили. И дальше смотрим уже вакансии. Так, назад. Да. Поддержка карьерного роста. Ну, это, соответственно, то, о чем мы говорили. Помогают ли вам с трудоустройством. Важный момент – отзывы. Смотрите, не липовые ли отзывы. То есть это вот эти липовые отзывы мне вообще нравятся. Как отличить? Интуитивно понятно всегда, когда это липовые отзывы. Они там по шаблону. Все студенты говорят одно и то же. Ну, короче, это интуитивно понятно, липовые они или нет. Мы на нашем YouTube-канале, вы можете посмотреть, мы на нашем YouTube-канале выкладываем не просто отзывы. Там, здравствуйте, я Мария, училась на KF Automation, получила оффер, зарабатываю 120 тысяч в год. Мы проводим реальное интервью с выпускниками, можете посмотреть записи. Не все выпускники, конечно, готовы делиться своей историей, еще и в режиме онлайн, но некоторые соглашаются. И там вы прям видите, что мы задаем вопросы, они сходно на них отвечают, нет никаких отрепетированных вопросов-ответов. Послушайте, там очень интересные истории, которые, кстати, хорошо мотивируют. В какие направления айти и есть ли такие лучшие идти возрастным людям с точки зрения большей вероятности получить больше предложений о работе? Да тут даже можно, тут нельзя делить на возрастные или невозрастные. Есть востребованные направления и как бы, окей, давайте объясню, как это работает. Проект. Мы работаем, можно сделать стоп-шир, чтобы видеть себя? Вы не хотите включить камеру, чтобы я видела вас тоже? Сейчас мы этот вопрос просто разберем на камеру. Значит так. О, привет, рада видеть. Супер. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Значит, есть проект, в компании есть проект. На него надо, чтобы создать этот веб-сайт или это мобильное приложение, надо там 10 программистов, один девопс-инженер, один дизайнер, два тестировщика, один там project-менеджер, кто за этим всем будет следить. Все. Соответственно, больше всех, кого набирают, программистов. На проектах всегда в команде больше всего программистов, остальных меньшинство. Поэтому программисты, они больше всего востребованы. Вот так эта система работает. Если вы идете в IT-сферу, начинать можно. Есть такие специальности, на которые не нужно знать языки программирования, не нужно ходить. Есть. С них можно начать. В дальнейшем, если вы хотите повышать квалификацию, развиваться как специалист, потому что в любой сфере, если мы маркетолог, бухгалтер, я не знаю, водитель авто, мы все равно будем повышать свою квалификацию. Мы будем как специалист расти. Вот в IT-сфере, если вы, с чего бы вы ни начинали, если вы хотите расти, вам нужно учить языки программирования, вам нужно учить ходить. Начать можно с другой позиции, с тестировщика, например, с дизайнера, если вы творческий. Но в дальнейшем, даже если вы дизайнер, будет прикольно выучить язык программирования, чтобы с теми же программистами, для которых вы рисуете дизайны, говорить на одном языке. Это вас, как специалиста, уже повышает перед другими. Соответственно, что я хочу сказать. Программисты нужны всегда, везде и больше всего. Второе место, девопс-инженеры сейчас нужны. А самое сложное, но на будущее самое перспективное, это машин-леунинг-инженеры, это кто работает с искусственным интеллектом. Вот кто работает с искусственным интеллектом, на будущее они будут больше востребованы. Соответственно, если у вас есть какое-то техническое направление, техническое образование, если вы, например, ну, я не знаю, заканчивали вы шмат, если вы заканчивали, если вы работали уже программистом, если вы знаете код, если вы, ну, короче, то можно сразу начинать с машин-леунинг-инженера, работать с нейросетями, настраивать искусственный интеллект. Вот три направления, которые на данный момент востребованы. Окей, супер, продолжаем шерить экран. И работаем дальше. Значит, следующий слайд. Гарантии трудоустройства – это не абсолютная правда, но реальная поддержка возможна. Так, как я говорила, то, что некоторые могут гарантировать трудоустройство. Кстати, интересный пункт я вспомнила, друзья, про трудоустройство. Значит, можно гарантировать трудоустройство, но потом брать вашу зарплату. То есть эти компании, они просто долгое время будут забирать приличную часть вашей зарплаты. Поэтому тут надо вам тоже подумать, посчитать, сколько вам обойдется заплатить один раз за курс, и сколько вам обойдется, когда с вашей зарплаты будут брать деньги. Причем там настроена схема таким образом, что они вас… То есть вы должны именно работать с их партнерами, и там, чтобы сменить работу, вы должны отработать какое-то количество времени, и дальше они-то вам могут найти. Ну, короче, там прям целая схема, когда вы долго-долго платите людям свою зарплату, часть своей зарплаты, причем приличную. Считайте, спрашивайте, смотрите, читайте все мелким шрифтом, что будет написано. Там весь, вся правда там, в мелком шрифте потом. Дальше. Успех зависит от множества факторов. Вот здесь написано, кстати, качество курсов, активность студента, возможности школы, и я бы еще большим шрифтом написала. Удачи, потому что удача, вот смейтесь, не смейтесь, но она действительно тоже важна. Вот если вы зайдете на YouTube послушать истории наших выпускников, многие говорят, мне так повезло, звезды сложились, я там даже не все прошел собеседование, не на все технические эти ответил, но я получил оффер. Так совпало, что в этой компании там, короче, вот действительно очень важна еще момент удачи. Бывает такое, что ты прошел собеседование на ура, но почему-то оффера нет. А бывает такое, что ты даже не на все ответил, но тебе дали оффер. Поэтому не бойтесь, там, я не знаю, смотрите и верьте, что вам повезет, вам обязательно повезет. Не сдаваться, не надо сдаваться. Да, ну и, конечно, надо выбирать надежную школу, смотреть отзывы, смотреть сайты и делать свой выбор осознанно, а не просто потому, что там кто-то сказал. И я пошел. Вот, но хотя, когда, если этот кто-то закончил курс и получил работу, то его словам верить можно. Значит, так мы готовим к трудоустройству. Мы предоставляем стажировку на проектах. Причем сейчас, который проект мы делаем, он даже с использованием искусственного интеллекта, там очень большой простор задач, там в него, это вообще проект единственный в своем роде, такого на рынке нет вообще. То есть мы создали новое, мы создали, я не могу просто рассказывать подробно, но этот проект с использованием искусственного интеллекта для бизнеса, для бизнес-решений. Такого нет, мы его даже будем презентовать. Сейчас такой рынок, что даже на интервью попасть удача. Если делать все правильно, воронка собеседований закручивается легко. Воронка собеседований закручивается легко, если делать все правильно. Это важный момент. Если у вас нет собеседований, подумайте, на каком из пунктов вы, у вас слабое, например, слабый LinkedIn может быть, может быть, у вас нет кодовых слов в шапке, может быть, у вас слабое резюме, может быть, вы недостаточно активно рассылаетесь, может быть, вы не в те периоды рассылаетесь, потому что есть периоды, когда рынок стабилизируется, а есть периоды, когда на рынке красный свет. То есть, может быть, когда произошла череда увольнений, вы активно плалили, слили всю энергию, потом вы решили передохнуть, а как раз сейчас все специалисты, которых уволили, разошлись по офферам, и сейчас как раз-таки вакансии есть. Есть также, надо уметь отличать вакансии, когда есть вакансии, где реально надо закрыть ее, а есть вакансии, где просто компания опубликовала, чтобы забрать базу резюме. То есть, есть компании, которые собирают базу резюме, чтобы в случае чего на запас иметь, как бы, варианты, да, и на такие, на такие вакансии, как бы, ну, их можно отличить, и можно на них просто не плаяться. Дальше. Воронку собеседования закрутить легко. Если вы делаете все правильно, собеседование будет. Дальше. Прохождение, про стажировку я не рассказала, да, значит, у нас этот проект, он очень большой, он серьезный, мы его уже, кстати, презентовали MVP-версию, мы продолжаем над ним работать, и в этом проекте просто простор для действий, очень большая команда над ним работает, то есть вы будете взаимодействовать с кросс-функциональными командами, и этот опыт очень ценится на рынке, вот, поэтому, как бы, классный проект. Их несколько, то есть это один самый большой, и есть еще несколько других проектов, на которых вы можете начать и потом перейти в этот большой, ну, в целом. В любом случае, ментор у нас на проекте, у нас на проекте ментор, и во время проекта мы продолжаем учиться, только уже в рамках проекта. У вас будет ментор, который будет помогать вам с вашими тасками, который будет проводить лайф-кодинги, который будет готовить вас к технической части собеседования, ну, и помимо всего вы будете работать с командой. Многие ребята, кстати, на проектах, что тоже поощряется. Вообще, в целом, во время учебы один из факторов успеха – это работа со своими одногруппниками. Создавайте отдельные чаты с одногруппниками, делайте какие-то отдельные свои звонки с одногруппниками, созванивайтесь вместе, делайте домашки. Это очень важно. Вы не представляете, как я видела студентов, которые работают вот так вот с одногруппниками, связываются и начинают. Это сразу прогресс, умноженный на три раза. Я не знаю, как это работает, но когда вы вот так собираетесь внутри группки и созваниваетесь отдельно над чем-то и думаете, у вас и мотивация повышается, и интерес в вас же повышается, и какой-то азарт включается, и вы уже друг друга поддерживаете. Сдался один, второй его поддерживает. Поэтому один из факторов успеха и на стажировке, и во время обучения – со своими однокурсниками общаться, создавать отдельные чатики. У нас один чат, который создали вот так одногруппники, просто между собой тренировать МОК-интервью. Просто вот у нас есть МОК-интервью, а он разросся так, что туда уже добавилось там полтора тысячи человек уже из других групп тоже. Вы представляете? У нас уже наш основной чат, и этот уже как второй основной чат пошел. Поэтому не стесняемся, да, общаемся. Ваши софт-скиллы тренируются тут тоже. Окей, дальше. Английский. По поводу английского очень часто тоже спрашивают, у кого плохой английский, поставьте плюсики в чат. Насколько мне надо уделить этому внимание, этому вопросу? Или здесь у всех хороший английский, и вам это не актуально? Скажите, пожалуйста, про английский. Как у вас с английским языком? Не вижу ответа в чате. У всех хороший английский? Так, CLB 5. Вот первый раз слушаю такой английский. Так, стабильно хреново у кого-то с английским. Ещё. Жду ваши ответы про английский, чтобы понимать, насколько мне заострять на этом внимание. Excellent. Слабый. Так, значит, мы от тех, у кого супер-классный английский, до тех, у кого плохой. По иммиграционной шкале. Intermediate. Окей. Neonative. Окей. Так, хорошо. Ну, давайте так, коротенечко тогда. Я вижу, что здесь много у тех, у кого классный английский. Значит, по поводу английского языка. По поводу английского языка. Если вы нулевой английский, ну, как бы там, можете сказать привет пока, переброситься парочкой фраз, но когда начинается какой-то обычный диалог, вы вне топика, то есть вы уже не понимаете. Допустим, если мы сейчас будем общаться, вот, как мы сегодня обычным языком общаемся, на английском, вы этого не будете понимать. Это, ну, как бы это, ну, близкий к А1 уровень. Тогда вам надо параллельно с курсом. Вот эта вот история, типа, я сначала выучу английский, потом пойду на курс. Так, курс по IT длится 10 месяцев, 8 месяцев, 6 месяцев. Если заниматься параллельно с репетитором, вы уже достигнете огромного результата. Зачем это делать по очереди? Делайте параллельно. Два раза в неделю английский язык на протяжении 6 месяцев вы уже очень сильно подниметесь. Надо понимать, что для IT-сферы английский нужен на этапе прохождения собеседований. Окей? Соответственно, вы прошли собеседование, и вы молодец. Дальше вы уже работаете на языке IT-терминов, вы работаете с командой, вы работаете с компьютером. Поэтому, как бы, вы не устраиваетесь, я не знаю, проект-менеджером, который только и делает, что со всеми разговаривает. Если вы устраиваетесь программистом, тестировщиком, то, как бы, интермедиат уровня достаточно. Окей? Но, так как вы находитесь в США, надо английский учить. Как мы помогаем? У нас есть модуль, English for IT называется. У нас был прекрасный преподаватель с авторской программой курса. Она работает в Google, и там даже есть в записи уроки, которые она рассказывала про некоторые проекты, как они устроены в Google, что тоже было очень интересно. И мы эти уроки сейчас онлайн не проводим, но мы их все сохранили в записи. И вы можете посмотреть эти уроки в записи. Они доступны нашим студентам. И они помогают вам познакомиться именно с IT-терминами, сделать себе какой-то конспект, потренировать IT-терминологию. Но там также есть грамматика, лексика, вокабуляр. И грамматика объясняется вот на очень интересном... Очень интересно она, короче, объясняет грамматику. Ее именно формат людям заходил, они запоминали. Вот, поэтому даже если вы параллельно занимаетесь где-то английским, то эти уроки вам тоже только помогут. Только помогут. Вот. То есть мы как бы помогаем с английским. Так, дальше. Резюме. LinkedIn. Мы открываем вам этот модуль прямо в начале. И мы всем рекомендуем... Вот, кстати, вот мы рекомендуем, рекомендуем, но не все слушаются. Потому что начинать готовиться, начинать оформлять LinkedIn и начинать оформлять резюме можно прямо со второго месяца обучения. Вот прямо со второго месяца обучения можно уже начинать. Почему? Потому что LinkedIn надо, чтобы у вас было 500 плюс коннекшенов, да? Соответственно, чтобы не одним днем сидеть, 500 человек добавлять, по-моему, там есть ограничения. Прямо вот со второго месяца обучения сделайте LinkedIn и добавляйте все. Добавляйте, это уже хорошо. Начинайте писать какие-то посты, чтобы у вас были какие-то более поздние даты, да? Мы вам... Прямо смотрите наши уроки, как по LinkedIn, и начинайте делать. Начинайте делать. Вот. Хорошо, плохо ли? Пускай у вас как бы будет какая-то история. Вот. Потом тренироваться к прохождению собеседования. Тоже спрашивайте, с какого момента можно начинать проходить собеседование, начинать тренироваться. Чем раньше вы начнете, тем лучше, потому что все равно вы будете нервничать, вы будете делать какие-то глупые ляпы от нервов, конечно же. Поэтому начинайте раньше. Вы натренируетесь, вы натренируетесь, и уже к моменту X, да, когда вы будете полностью готовы, вы уже нервничать не будете. У вас уже будет какой-то опыт прохождения собеседования, потому что как бы понятное дело, что мы вас научим, как правильно отвечать, какие ответы там у вас будет все. Но в реальности, когда это реальное собеседование, нервничаешь ужасно. У нас одна девушка от нервов начала говорить на грузинском языке просто. Ну, потому что человек настолько перенервничал, что она просто не на английском пошла, а на грузинском. Я, например, тоже, когда я, знаете, что я сделала? Я, чтобы понимать, о чем я с вами разговариваю, чтобы давать советы, я тоже прошла курсы, вышла на рынок труда и походила в собеседование, просто чтобы почувствовать, как бы, что оно в реальности. Нервы, просто у меня были красные, краснющие уши, меня бросало в жар, это так потеют ладони, но это вот только реально первые три раза. Потом уже спокойно, вот, поэтому я вам предлагаю раньше начать, чтобы вот этот вот момент волнений вас отпустил, и когда вы будете действительно готовыми, и у вас будет собеседование с серьезными компаниями, чтобы вот на таких глупостях уже не попадаться, вот. Вопрос, если я не знаю языков программирования, образования, матфак, могу ли я пойти на ML-курс? Да. Мы кодингу на ML обучаем с нуля. Вот как раз-таки кодингу на ML мы обучаем с нуля, но вот матфаты, технические моменты вам нужны, потому что там есть целый модуль по высшей математике, конечно, тем, кто с нуля, уже будет сложно. А когда ты с нуля и на машин-леунинг сразу прыгаешь, там столько всего сложного, что ты можешь просто не выдержать. Можешь и выдержать, там есть нулевые, кто, ну, просто они в три раза больше учатся, чем те, у кого есть какой-то бэкграунд. Поэтому, если у вас есть вышмат, и вы готовы, и вы готовы как бы посвятить себя работе с нейросетями, потому что это именно посвятить себя, потому что, например, профессия тестировщика, ты как бы отработал, закрыл компьютер, ты молодец. На машин-леунинг ты посвящаешь себя этому, то есть у тебя в голове, у тебя уже мозг перестраивается, ты постоянно-постоянно в голове ходишь и думаешь про, как это запрограммировать. Поэтому, если вы готовы, вы потом скажете себе спасибо, потому что конкуренции там меньше, порог входа там выше, потому что, да, но и зарплаты, они как бы приятные, приятнее, да. Я присоединился поздно к Zoom, будет запись, будет, запись будет. Значит, напишите, пожалуйста, в Telegram-бот, пришли запись, и он вам пришлет. Если не пришлет, сейчас я напишу мой Telegram-канал, можете написать мне, я ее выгружу, обработаю и пришлю. Мэри, нижнее подчеркивание, пассиво. Ну, поехали дальше, на следующий слайд, но уже время заканчивать там. А, ну, собственно, вот, если я не ответила на все ваши вопросы, пишите ваши вопросы, ваши сомнения, в чем вы со мной не согласны. Я буду очень рада услышать другие тоже мнения, потому что я вам говорила сегодня со своей стороны, снутри, как мы работаем, как люди, как мы взаимодействуем с другими компаниями, сотрудниками компаний, как мы взаимодействуем с выпускниками других школ, с выпускниками, ну, то есть, как бы это вот, это вот то, что я знаю из реальной практики, да. Расскажите про вашу практику, если у вас есть истории, задайте вопросы. Пока что я, пока вы мне задаете вопросы, рассказывайте про вашу практику, я расскажу, ну, соответственно, сегодня вебинар Школы Пасхи, да, поэтому мы опять проговорим про Школу Пасхи. Но мы говорим про приятные бонусы, про приятные плюшки. Значит, стопроцентная скидка для супруга. Такая плюшка, которую мы даем и призываем пользоваться, потому что супруги, когда учатся вдвоем, достигают крутых результатов, потому что они поддерживают друг друга, они тянутся друг за другом, один не понял, второй объяснил и так далее. Потом, тем более, когда один из супругов получает оффер, второй получает его стопроцентно, потому что он уже не может себя, у нее получилось, а я нет, да, поэтому очень интересно наблюдать за тем, как учатся супруги. Очень интересно. Доступ к курсу навсегда. Что это значит? Это значит, вот как раз то, что я вам говорила, да, то, что вы не можете, как бы, вам очень важно, вам очень важно, чтобы у вас, как то, что я говорила, то, что после курса у вас возникает больше вопросов, чем во время курса. И когда вы курс прошли и доступ обрубили, это как бы 50% работы выполнено, а где остальные 50? Поэтому мы вам палки в колеса не вставляем, доступы мы оставляем, мы не просто вставляем доступы, мы оставляем вам к онлайну доступы, то есть вы завтра, там, я не знаю, на работе с чем-то столкнулись, вы можете прийти на урок к нашему преподу и сказать, слушайте, у меня вопрос в конце урока, да, вот у меня на работе, ну, там понятно, что у вас есть коммерческая тайна, вы не можете там пошарить экран, показать свой гитхап на рабочий, да, но спросите, вам всегда ответят, то есть понимаете, насколько мы вам всегда рады, да. Для супругов один курс на двоих, то есть нельзя супругам брать два разных курса, то есть они учатся либо на программиста оба, либо на тестировщика оба, либо, ну, короче, вы меня поняли, что я объясняю. Так вот. Далее. Доступ к курсу навсегда, как я сказала, реферальная программа. Это что значит? Реферальная программа – это когда по вашей рекомендации кто-то заходит на курс, то есть вы отучились, вы довольны, или вы учитесь, вы довольны, вам все нравится. Рекомендуйте нас друзьям. Такой момент, когда приходят по вашей рекомендации, должны обязательно сказать, что они по вашей рекомендации, и вы получаете 5% от стоимости курса вам на карту. И если вы передумаете, или обучение вам не подойдет, вы можете вернуть полную сумму до начала второго занятия. То есть мы проводим сначала бесплатные вводные уроки, которые мы вам предлагаем посетить. У нас есть на Ютубе много уроков. Потом вы покупаете курс, и после первого урока вы можете вернуть себе деньги обратно. Ну, вдруг, я не знаю, что случилось. What if you are not officially married, but have lived with your partner for me? Да, конечно, Лариса, мы не спрашиваем сертификат, свидетельство о браке. Можно, конечно. Да-да-да, ваш партнер может быть засчитан как по скидке для супругов. Естественно. Посмотрите, пожалуйста, вот был вопрос. Извините, можно прийду? Я за рулем хотела быстро вопрос задать. Вот я посмотрела, machine learning, русскоязычный, занимает 8 месяцев, а на английском 6 месяцев. Почему такая разница? Спасибо. Да, хороший вопрос, спасибо. Курс machine learning на английском языке не включает в себя питон синтакс. Но если вы хотите, питон синтакс – это козит с нуля. То есть там подразумевается, что вы уже питон знаете. На machine learning подразумевается, что питон вы уже знаете. Но если вы не знаете, вы его просто отдельно докупаете. Вот так. Просто там будет другой преподаватель. А на machine learning русском питон включен. То есть мы начинаем кодить с нуля там. Вот такой ответ. Если вы думаете брать machine learning на русском или на английском, тут только зависит от уровня знаний вашего языка английского. Если английский хороший, берите на английском. У нас преподаватели на английском machine learning – это американцы с опытом. Есть одна девушка Лина, которая просто потрясающая. Она так влюблена в эту специальность, что она влюбляет каждого в нее. Поэтому и на русском языке у нас два ML-специалиста, которые с огромным опытом работы. Один из них объясняет математику как боженька. Поэтому тоже ничего не потеряйте. Ну, выбирайте. Тут надо выбирать. На ютубе есть вот эти уроки по machine learning. Ведут их преподаватели на английском, на русском. Это те преподаватели курса. Поэтому посмотрите их прежде, чем принимать решение. Как подготовиться к обучению? Как подготовиться к обучению? Походить на такие вот вебинары, как мы сегодня с вами пришли. Не стесняться задавать вопросы, писать в чат. Глупых вопросов не существует. Вопросов, за которые стыдно, не существует. Неудобных вопросов не существует. Все-все пишем. Задаем, включаем микрофон, перебиваем. Вообще не вопрос. Приходим на вебинар, чтобы получить от него пользу, чтобы получить ответы на свои вопросы. Дальше. Компьютер. Друзья, ну, айти? Курсы? Компьютер. Да? Ну, как бы вот кажется очевидно. А кто-то ведь спрашивает. А нужен ли мне компьютер? Может быть, я могу с айпада? Нет, с айпада нельзя. Нужен компьютер или ноутбук. Макбук, не макбук, ваше усмотрение. Но у нас в команде почти у всех мак. Сколько длится курс Pro Manual? Четыре месяца. Четыре месяца он длится. Так, Manual Pro версия, где все-все включено, длится четыре месяца, замечательный курс. С него стартовать просто беспроигрышный вариант, я считаю. Потому что, кстати, в ручном тестировании как раз вы получаете всю теоретическую базу, которая в дальнейшем пригодится. Даже если вы будете дизайнером, программистом, проектом, во что бы вы ни выросли, ту теоретическую базу, которую вы получаете на курсе ручного тестирования, она вообще ваше все. Потому что там вам объясняют, как с нуля зарождается проект, и какие этапы он проходит, и на каком этапе какой специалист какую роль играет. Да, то есть вы знаете уже все. Очень полезные знания на вес золота. Так, будьте готовы, сколько времени надо уделять обучению? Два-три часа каждый день, ближайшие четыре-восемь месяца. Вот даже на Manual, даже там полтора-два часа в день, это будет вообще супер много, если вы сможете уделять. Да, и на Machine Learning четыре часа в день было бы неплохо выделить точно. Не сдавайтесь при первых же неудачах. Тоже, казалось бы, да, очевидная вещь, но вот у нас, кстати, сейчас, кстати, таких историй нет уже, но вот одна девушка, она вышла на рынок труда, попала на мошенников, которые там взяли ее личные данные. И ее так это сильно выбило из колеи, что она потом долгом не могла вернуться на рынок труда. То есть тут надо понимать, что ситуации бывают разные, в жизни бывают разные ситуации. Кто-то у нас заболевает серьезными болезнями, уходит, потом приходит кто-то, то есть, ну, разные бывают ситуации. Просто помните, что у вас доступы всегда открыты. И пользуйтесь этим. Если что-то случилось в жизни, что вас выбило из колеи, вы придете в норму, все вернется на круги своя, жизнь будет течь. И возвращайтесь на учебу, заканчивайте, вы поставили себе цель, давайте ее достигать вместе. Вот, это очень тоже такой важный момент, потому что, когда она спрашивает, сколько у вас там людей трудоустроилось, а вы лучше спросите, сколько людей доучилось. Потому что, действительно, жизнь, она такая штука, что только не случается у нас внутри нашего круга студенческого. По ручному тестированию ничего не могу найти. А почему с нулевым опытом? Кто вам сказал, что вы будете искать с нулевым опытом? А как же тот проект, который мы вам даем? Мы же вам даем проект для того, чтобы вы не выходили с нулевым опытом. Ручной тестировщик с нулевым опытом никому не нужен, но у вас будет не нулевой. Вы будете участвовать в этом проекте, вы будете работать с реальными тасками, с реальной командой, вы будете писать реальные тест-кейсы, оформлять реальные баг-репорты. Почему с нулевым? Где нулевой? Вы будете выполнять всю работу, которую выполняет ручной тестировщик. И вы потом расскажете об этом на собеседовании, поставьте себе опыт. Почему вы его? Вы поставьте от трёх лет опыта, скажите, что вот мой последний проект был такой. Я там сделал вот это, вот это. На проект стажируйтесь. Почему нулевой? Нулевой это если вы после курса пойдёте сразу на рынок без стажировки. Вот это нулевой. А зачем пропускать стажировку, если она включена в курс? Так Джунор, да, да, от трёх лет опыта ставим. Мы ставим от трёх лет опыта. Не бойтесь ставить, потому что вы же на работе занимаетесь процессами, рутинами, задачами. Вы на всех работах делаете одно и то же. И на нашем проекте ваша цель не просто делать одно и то же, а ваша цель достигать результатов, чтобы об этих результатах сказать. Ну сколько достижений за три года опыта работы будет? Вы же не можете каждый день что-то достигать, да? И потом вы рассказываете обычно о достижениях на последнем месте работы. За предыдущие места вообще не спрашивают. Вот, кстати, тоже такой момент. Предыдущие там места, которые у вас были, редко. Последний проект. Спрашивают всё про последний проект. А вы будете рассказывать про наш проект? Что вы делали? С какой командой вы работали? Ребят, это как бы ваш реальный опыт, который вы рассказываете. Он не выдуманный. Это не проект, который мёртвый, невидимка, выдуманный или легенда. Это реальные, реальные таски. И причём команда большая. Вы взаимодействуете с большой командой. Там очень много, очень много чего можно потом понарассказывать на интервью. Поэтому участвуем в проектах, рассказываем на интервью и не делаем нулевой опыт. Моя девушка недавно переехала в другой штат. Сейчас мы живём отдельно. Может она получить стоп? Конечно. А почему нет? Вы что, расстались? Нет. Ну и всё. Да, ваша девушка может. И желаю вам скорее снова оказаться вместе. Так, у меня в виде будет написано, что я только приехал. А вы работали удалённо. А потом ваша компания сделала вам релокейт. Вот и всё. Как бы, камон, ребят. Видите, какой у меня опыт? Как надо правильно отвечать. Так, отлично. Дальше идём, да? А, вот, смотрите, тут даже написано Марина. Здравствуйте, Марина, привет. Мария, это вот мне писали мои же студенты. Они получили оффер. Мы им подтверждали бэкграунд-чек. Вот я узнаю даже их всех по фотографиям, по аватаркам. Очень всех люблю, всех помню. Короче, ребят, у них получилось, у вас получится. И чтобы вы понимали, видите, они там, как бы, они тоже проходили тяжёлый путь. И мы их всех тоже поддерживали. Вот, Марина, как твой отпуск. Даже в отпуск это был, я помню. Ребят, вот это, кстати, отпуск у меня был совсем недавно. То есть девушка совсем недавно получила оффер. Вот я недавно из отпуска. Поэтому давайте вы тоже потом будете мне писать. Марина, привет. Я получила оффер. Будем, буду ждать ваших сообщений. Так, Николай пишет. Находясь в другой стране, после курса я стажируюсь на проекте в американской компании онлайн. Получаю официальное подтверждение работы в американской компании онлайн. Yes, 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 yes. Да, мы вам даём американскую компанию для вашего резюме. Это реальная компания. Как все компании. Отзывы на неё есть в Google. Сайт у неё есть. Ну всё. HR специалист. Мы вам все референсы предоставляем. Это потому, что реальность. То есть это не выдуманное что-то, не фикция. Вы действительно в этом проекте работаете. Почему мы вам не можем дать эту компанию для резюме, если в этом проекте вы работали. Просто тут момент легенды в плане сроков. И в плане, вот видите, как тут выше было у Алекса, то, что он визе написано, что он приехал. Ну мы тут немножко корректируем легенду, да, что вы удалённо работали. Это ничего страшного. Система так изнутри работает. Допустим, даже если вы реально вот имеете опыт бухгалтера, там, но у вас был какой-то гэп большой, вы же его в резюме не указываете, вы же его как-то подстираете, вы же как-то легенду формируете. Это нормально резюме корректировать немножечко под данную вакансию, чтобы больше соответствовать. Это нормальная практика вообще на всех вакансиях. Даже когда вы, я не знаю, продавцом в адидас устраиваетесь в конце концов, да, вы уже сразу себя больше со стороны, там, спорта, там, я в олимпиадах участвовал, я там, я не знаю, кассиром был, если вы, ну, короче, я не знаю, вы всегда под разные вакансии себя с определённой стороны начинаете позиционировать. То же самое здесь. Просто надо себя правильно спозиционировать, чтобы, чтобы закрутилась воронка собеседования. Когда начнутся собеседования, уже это верный путь к офферу. Как вы правильно сказали, что надо сделать? Надо сделать резюме, надо сделать LinkedIn, и что и рекомендательное письмо. Вот эти все три пункта мы вам обеспечиваем. Мы вас учим, как написать резюме, чтобы оно было грамотным. Мы вас учим, как развивать LinkedIn. Мы вас учим, мы вам даём рекомендательные письма. Все три пункта, чтобы выйти на оффер, мы вам даём. Просто воспользуйтесь ими правильно, и всё. А это те как раз собеседования, про которые я говорила на YouTube. Заходите, смотрите, пожалуйста. Очень мотивирует, вдохновляет реальные истории ребят, которые вот тут есть где-то из геологов-программисты. А, да, вот, видите, из геологов-программистов. Очень интересная история. Кто-то из трак-драйверов-программистов. А вот, кстати, муж и жена. Видите, история выпускников пастово. Получили работу сразу после курса KF-Tamation в США. Очень девушка зовут Дарья. Супруга не помню. Так они как раз муж и жена. Она с мужем пошла просто по акции, потому что была акция. И в итоге первая получила оффер. Первее его. Поэтому, действительно, заходите. Очень интересно там моменты посмеяться и удивиться. Все есть. Заходите, послушайте. Ну, так, знаете, на фоне включите, делайте свои дела и слушайте. Очень интересно. Мне нравится наша рубрика вот такая в YouTube. Здесь работают наши студенты. Здесь и во многих других компаниях. Бывало даже так, что ребята приходили, получали оффер и видели там выпускника PASS. Вы можете с ними пообщаться вживую, забронив консультацию. Тоже такая интересная опция. Давайте я пока отвечу на вопрос в чат. А кому актуально пообщаться с выпускниками и услышать лично, задать вопросы, сканируйте QR-код. Есть ли возрастные ограничения, если тебе 70 лет? Смотрите. Конечно, в 70 лет сложнее выходить на рынок труда. Даже если вы выходите не айтишником. Даже если вы выходите по своей специальности, по которой у вас много лет опыта. Все равно это всегда тяжелее. Я не знаю, Галина, какой у вас опыт. Да, предположим, там, ну, у вас есть специальность, естественно, да, вы по ней работали. Даже если вы по ней сейчас будете выходить на рынок, вам будет сложнее. А что уж говорить, да, про специальность, которую вы собираетесь освоить с нуля. Но, опять же, это вклад в ваши знания и с вашим бэкграундом, который у вас есть, вполне возможно, что вы сможете реализовать. Будет сложно. Но я сказала, как мы помогаем. Подумайте, если вы готовы пускаться в эту авантюру вместе с нами, вперед. Мы вас будем поддерживать всячески. Но вам будет сложно. Это гарантированно. Но, кстати, сложно будет не только вам, в принципе, всем. Окей? Так что вот такой ответ на вопрос. Так, надеюсь, забронировали консультацию с выпускниками. Это как выглядит? Вы бронируете, мы с вами связываемся, говорим, по какому направлению вам интересно пообщаться. Спрашиваем выпускника, удобное время. Согласовываем. И вы созваниваетесь в зуме, заранее готовитесь, задаете вопросы, получаете ответы. Если тебе за 50, на сколько ты перед молодыми проигрываешь на оффер? За 50 на сколько? Вопрос. Вопрос. Смотрите. Мы на рынке все перед друг другом в чем-то проиграем, в чем-то выигрываем. Каждая компания имеет свои приоритеты. Какие-то компании целенаправленно ищут взрослых людей. Например, если это медицинская сфера. Какие-то медицинские программы, приложения, которые, например, я знаю, собеседование проходило по Pfizer. И там они разрабатывали какую-то систему, которая что-то там покросят, что-то там автоматически в крови анализы какие-то делают. Ну, короче, что такое. Там нужны были люди супер внимательные, супер неторопящиеся. То есть, чтобы прям это было супер все досконально. И они искали на этот проект возрастных людей. Понимаете? Как бы момент, да? Тут как бы вот такой вопрос, что вы готовы отдать всего себя для достижения этой цели. Потому что потом, как бы вы скажете спасибо, но будет сложно. Поэтому используем свой возраст как свое преимущество на собеседовании. Не надо сразу себя со слабой стороны подавать. Используем свой возраст как преимущество на собеседовании. Сейчас, тем более, вы врач. Тем более, вы врач, Галина. Вам-то уж чего бояться. В какой момент... Ну, да, врачом. Вот даже вы выходите на рынок врачом. Я не знаю, наверное, молодых... Ну, то есть, вы конкурируете тоже с молодыми специалистами. Но в IT-сфере вы тоже будете конкурировать. То есть, молодые с вами, вы с молодыми. То, как себя позиционирует, тот и выигрывает. Уверенность в себе, она передается через экран, поверьте. В какой момент нанимающая компания узнает возраст кандидата? Это могут спросить при первом же звонке. HR-менеджер, когда звонит, она может при первом же звонке вам это задать. Это может выясниться потом, когда у вас будет второе собеседование с камерой, включенной. Там могут уточнить. То есть, в любой момент. Могут вообще не спрашивать про возраст ни на одном из этапов. Но все равно все собеседования проходите с включенной камерой. В тот момент, когда прочтут дату окончания вуза. В тот момент, когда прочтут дату окончания вуза, например, тоже такой момент. Ну, приблизительно поймут возраст, да. Больше, чем просто школа. Это про нас. Это скромно про нас. Как мы проводим, мы обучаем, мы стажируем. Мы проводим буткемпы по поиску работы, это отдельно. Мы проводим воркшопы. Мы проводим встречи. Мы даже как-то праздновали, рождественский ужин делали. Праздновали все вместе, приглашали наших студентов. Поэтому мы стараемся. У нас, кстати, есть преподаватель из Канады. И он тоже встречался с нашими студентами, кто тоже учится у нас из Канады. Лично встречался. Это очень интересно. Так, окей. Я знаю, что сегодня здесь есть люди, кто уже хотел забронировать выгодные цены. Я звала на этот вебинар сама лично. Вот по этому QR-коду можно забронировать себе скидки. Поэтому посмотрите, там минус 200 долларов будут скидки от основных цен. Будут дополнительные какие-то плюшки в виде вот этих уроков английских, например. Поэтому кому актуально, бронируйте эту цену. У вас деньги за бронирование не списываются. Вы просто бронируете себе выгодные условия. У вас остается временно подумать целый день. И так как сегодня пятница, я думаю, что временно подумать можно растянуть до понедельника, потому что выходные. И просто забронируйте и дайте себе временно подумать, если вы решите, чтобы у вас уже была дополнительная скидка в 200 долларов. Окей? На каких-то курсах даже больше. Что ж, у нас время вышло. Я всех благодарю. Так, да, ML в списке есть. И если вы бронируете по этому QR-коду, вы и на... Вообще, тут просто написано на 4, но там и на ML есть тоже. Да. Да-да-да-да-да-да. Бронируйте. И на любой курс из наших вы забронируете себе минус 200. От любой цены. Можете сделать принт-скрин. Просто, да, потом отсканировать с другого устройства. Пожалуйста. Еще раз всем большое спасибо. Я была рада, что у нас сегодня состоялся диалог, что вы мне отвечали. Ага, диалог продолжается. Это мне тоже рада. Посоветуйтесь специальность с нуля. Посоветуйте специальность с нуля. Мы перед выбором между DevOps и тестированием. Английском тоже нулевой. Я не знаю, сейчас, наверное, руководители школы мне скажут ай-яй-яй, но я лично, как менеджер, который сегодня ведет вебинар, со своим опытом общения студентов, я вам советую тестирование. Я не советую начинать DevOps совсем с нуля. Потому что это сложно, это непонятно, это каша в голове, это... Когда вы идете на тестирование с нуля, вы получаете... Даже если... Вот, например, я бы даже делала... А только на стажировку действует QR-код? Нет, QR-код действует вообще на все. И на стажировку, и на курсы. На все. Вообще на все вы бронируете этот QR-код. И потом вам звонит менеджер, и вы говорите, я хочу использовать этот Элиберт, как он называется, на стажировку. Я хочу использовать Элиберт на мануал. Ну, короче, вы сами скажете менеджеру, что вы хотите использовать этот Элиберт, окей? Так вот, значит, по поводу этого. Например, если вы хотите взять ручное тестирование и потом идти на работу ручным тестировщиком, берите полный пакет, с практикой, со всем. Если вы хотите только взять для старта, а потом пойти куда-то еще в другую специальность, возьмите базовый пакет, самый дешевый мануал, отучите всю эту теорию, все равно там тоже с обратной связью, все равно там тоже есть какие-то практические тесты, которые вы делаете на платформе нашей учебной, которая автоматически вам все проверяет. Возьмите сам еще пакет, получите эту базу, и потом идите в DevOps. Как-то так, потому что я вижу студентов, кто с нуля начинал DevOps, они проходили потом курс повторно. У нас повторное прохождение курса онлайн с новой группой бесплатно. Они проходили курс повторно, потому что с первого раза была такая каша, что только со второго раза можно было это уложить на свои места. Если вы готовы так сделать, пожалуйста, берите сразу DevOps, повторно пройдете его, потому что с первого раза не ожидайте, что у вас будет вау-результат, если вы с нуля. Вот так. Вот так, если по-честному. Вот так. Конечно, я могу сказать, да, выбирайте. С резюме помогает на Basic Manual? Да. С резюме помогает, знаете как? Не так, как я рассказывала сейчас, а просто есть видеоуроки, где вполне подробно все рассказано. Просто у вас потом вашу резюмешку никто на Basic уровне не проверит. Вы сами будете с ней ее допиливать. Просто у вас будет вся инструкция, все. У вас даже будет разбор чужого резюме на чужих ошибках, чтобы вы посмотрели. Но обратной связи не будет. То есть это только на про-уровне. Еще один вопрос. Что если муж заинтересован? А, да, если не заинтересован муж, но заинтересованы дети. Детям 20. Давайте так. Вот Лариса задает этот вопрос. Задайте этот вопрос менеджеру. Вашему личному менеджеру. Потому что это личный менеджер может вам подсказать. Не я. Это к личному менеджеру. Кто не знает, кто ваш менеджер, напишите мне в Телеграме. Мэри, нижнее подчеркивание, пас. Задайте свой вопрос. Скажите Марину. Я не знаю, кто мой менеджер. Я посмотрю. Ваш имейл только напишите мне. Я посмотрю и прям прослежу, чтобы вы получили ответ на свой вопрос. Окей, я выключу запись. Всем спасибо большое. Был супер классный вебинар. Очень была рада с вами пообщаться. Надеюсь, было полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.